Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных русскому костюму. Возможно, вы и сами задумывались над тем, почему фольклор словесный, музыкальный, изобразительный практически лишён безвкусицы. Потому что многовековая культура, она отшлифовывает и оставляет только самое лучшее. И силой нашей памяти – это то, что является фундаментом нашего народного творчества. Сегодня у нас в гостях православный центр «Русские начала». Я представлю вам его участников и руководителей. Итак, пожалуйста, девочки. Татьяна Валькова. Я филолог-фольклорист, этнограф. И Ариночка. Арина Белякова – художник, мастер по вышивке. И украшение нашей студии – это молодая художница, которая будет просто помогать нам сегодня своим удивительным рукоделием продемонстрировать, как работали женщины. И представим, что мы на посиделках, и мы присматриваем за работой молодого рукодельного мастера, делаем какие-то замечания иногда наверняка, и ведём такую очень сложную беседу на очень важную тему. Девочки, вам приходится очень много ездить по нашей стране. Вы бываете в глубинных городах нашей России. И в ваших экспедициях. Вот что лично вы выносите для себя? Ну, весь наш образ жизни – это… Мы посвятили свою жизнь тому, чтобы рассказать о русском традиционном костюме и рассказать не как историческом факте, а для того, чтобы его вернуть… Людям. Людям, да. Вот. Наши поездки – это, наверное, образ нашей жизни. Вот. Как… Что мы выносим для себя, Арина, из наших поездок? Давай подумаем. Неожиданный вопрос. Ну, на самом деле мы живём в мегаполисе, и немножечко от культуры оторваны, от нашей. Вот. И когда едешь туда, во-первых, ты понимаешь, что люди живут где-то в глубинке совершенно иначе, чем мы. Мы здесь всё время суетимся, всё время носимся, везде опаздываем. Там у них распорядок жизни очень спокойный и очень какое-то такое мирное внутреннее состояние. Умиротворение. Умиротворение, да. Да. И вот именно там как раз, когда общаешься с людьми, с носителями традиций, с информаторами, понимаешь, почему… понимаешь, сколько времени и сколько душевных сил они отдавали какому-то вот творчеству своему. Ну, у них было состояние как бы… Особое состояние души, вероятно. Да, да, да. Спокойное, размеренное, в котором рождались какие-то вот… Допустим, в Каргополе у них очень много… Ну, русская зима, да. Представьте себе, насколько она навевает каких-то вот узоров, каких-то там образов. И они все отражались в костюме. То есть, все это, близость к природе, близость вот к окружающей среде, она вот рождала вот такой вот… Нужно сказать, что чему надо поучиться у наших бабушек, это образному решению костюма. Потому что замечательная наша историк костюма Марина Николаевна Мерцалова, она обратила внимание на то, что два соседних села, которые находятся на очень небольшом расстоянии друг от друга, имеют совершенно разные костюмы. Потому что в степной зоне, в равниной, там, где занимаются земледелием, у женщины костюм, образ заложен, образ птицы. Она в трудных ситуациях, в фольклоре складывает руки крылья и улетает. Ну, например, наша замечательная сказка о царевне лягушке, да, сложила и превратилась в лебедя, в прекрасного. И в костюме это отражается. У нее головной убор сорока, у нее украшения в виде пушинок, перышек. А женщина, которая живет в соседнем совершенно районе, она тотемный образ, с которого рисует потом свой костюм, имеет косули, лани. Она видит, как она вскармливает детеныша молоком, как она его защищает. И в костюме у нее доминируют эти же образы. Головной убор копытень или рогатая кичка. Украшения это шлифованные косточки или какие-то знаки, которые напоминают ему, зрителю, о образе, который заложен. А вот подумайте, наши зрители, на такой вопрос. Наши девочки, какой образ несет современная девушка своим костюмом? Иногда бывает печально видеть бесформенное, неинтересное и очень дорогостоящее одеяние, которое ничего не говорит зрителю о носителе. То есть это бессодержательный, безобразный костюм, который навязывается средствами массовой информации, к сожалению. И если вы своей расшалившейся дочке предложите образ не устала после дискотеки, а, допустим, образ девушка, шествующая по облакам, или девушка-прекрасный цветок, или девочка-ромашка, наконец, да, то я думаю, что и поведение, внешнее поведение ребенка изменится, если он будет свой костюм строить, как наши бабушки, по какому-то замечательному природному образу. Согласна со мной? Да, не то слово. Вообще костюм, он отражает прежде всего внутреннее состояние женщины. В каждом человеке живет творец. И, естественно, какова душа человека, так он и отражается как бы внешне. Поэтому, мало того, вот вы наверняка замечали часто, что от одежды зависит грация, поведение. То есть в чем-то таком женственном, элегантном, ты не будешь там грубое движение, какие-то совершенно верно. А русский костюм, он отражал традиционный. Именно вот то вот внутреннее состояние скромности, достоинства, грации. И, собственно говоря, тут получается, что душевное состояние передается через костюм, а костюм помогает душевному состоянию. Совершенно верно. То есть получается очень такой облик и образ полный и гармоничный. Когда современные женщины одевают костюм, они меняются на глаза. Конечно. Даже наши дочери, у Арины, у меня есть дочь, они совершенно по-другому начинают себя вести. То есть куда одевается современная девочка 21 века? Вы знаете, костюм современной женщины диктует поведение не только носительницы этого костюма женщины, но и мужчины. Обратите внимание, из нашей жизни уходит поэзия и хорошая музыка. Почему? Сплошные диссонансы, дисгармония. Потому что мужчина, который видит девушку такую, как Катя Беликова, он наверняка сочинил бы вот такие строки. Я читаю Бориса Пастернака. Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу. Вся просит музыкою стать и вся на рифму просится. Вот о девушке с банкой пива в руках такие строки просто в голову не придет, да, сочинить. Поэтому, милые женщины, если вы хотите слышать в свой адрес только прекрасные эпитеты, одевайтесь достойно. Девочки, у меня к вам такой вопрос. Вы из своих экспедиций привозите очень много материала творческого. Это эскизы, это какие-то сколки, допустим, кружев. У вас много материала, и вам наверняка хочется с ним поделиться. Вот каким образом вы это делаете, чтобы аудитория была большая, да? Вот расскажите, пожалуйста. Ну, конечно же, мы привозим материал, сразу несколько целей преследуем. Во-первых, мы создаем некий такой вот фонд кроя, вышивки и вообще истории русского костюма. Вот, естественно, храним это в нашем центре. Обязательно это рисунки, обязательно это крой. Вот, естественно, это невозможно просто хранить. Этому хочется, если ты чему-то научился сам, этому хочется научить и других людей, да. И, соответственно, поэтому мы каждый год набираем учеников. Вот у нас уже есть такая команда, состоящая из тех людей, которые занимались у нас 5, 6, 3, 4 года. Ну, в зависимости от того, насколько они могут себе позволить много времени этим заниматься. Вот, ну, на сегодняшний момент нас около 20 человек. Таких вот у нас проверенных людей, которые просто верны и нам, и, конечно же, да. По кондитерам. Традиционному костюму, для которых традиционный костюм – это не просто история, это не просто там занятие в свободное время, это просто уже образ жизни. Вот, постоянная потребность что-то создавать. Вот, это во-первых. А во-вторых, мы, конечно же, делаем копии костюмов. То есть подробные, точные копии. Да, мы женщины, прежде всего, и поэтому, наверное, наши поездки, даже так немножечко маршрут наших поездок, несколько даже стихиен. Вот, мы увлекаемся каким-то одним образом, опять-таки, одним костюмом, и начинает созревать план вообще изучения. Стратегия и тактика, как у мужчин. Да, например, как… Ну, костюм интересный, вот этот костюм, как родился, нам год назад, совершенно случайно, из рук частного коллекционера попал головной убор. Вот это вот венец, девичий венец. То есть это подлинная вещь? Нет, нет. Или вы… Это уже реконструкция. Реконструкция. Да. Он у нас находился в центре несколько месяцев, и я сделала с него копию. Да. Вообще, самое замечательное – делать вот такие вещи, имея на руках подлинник. Конечно. Это был конец XVIII века, он был совершенно потрясающий весь, ну, уже в плохом состоянии достаточно, но невозможно было его пропустить и не повторить. Вот. И вот у нас есть головной убор, совершенно великолепный, и мы понимаем, что нужен к нему костюм. Конечно, да. Значит, мы едем в Шенкурск, потому что это шенкурский венец, он совершенно имеет великолепное название. Это вот верхняя часть, она называется «Городчатый венчик», а вот эта вот часть, вот она тоже с вышивкой, называется «Хлобыстень». Угу. Вот она такая тоже с золотным шитьем вся. Вот. Мы едем в Шенкурск, и там, к нашему счастью, оказывается, что именно в этот момент у них проходит выставка из всех северных музеев, которые имели их вещи. Они дали им, как бы, на выставку, вот, часть своих коллекций шенкурских именно. Вот. Мы попадаем в совершеннейшую сказку, вот, видим там рубаху-долгорукавку вот эту вот с золотным шитьем тоже, с паолетами. Такая она совершенно тоже Шенкурск. А это рубаха-копия? Да, это рубаха-копия. Шенкурск, он вообще отличается удивительным каким-то колоритом. То есть, если весь север, он достаточно сдержанный, то Шенкурск, он, видите, тут и какие-то пушки. И одновременно золотное шитье. То есть, он такой какой-то... Ну, он молодежный. Да, да, он удивительный, он вообще отличается от всего. Вот. Мы находим там все, кроме сарафана. Поэтому мы собираемся в третью экспедицию и едем в Российский этнографический музей, с которым мы сотрудничаем, в фонды, где находим сарафан с золотным шитьем. Вот. Какие-то кусочки сарафанов вот на груди вышитые нам уже встречались до этого тоже в частных коллекциях, вот эта вот часть, да? Угу. То есть, вот костюм, он фактически в реконструкции существует сейчас только у нас. Даже в Шенкурске его нету. Вот. Мы его обязательно повезем на проверку туда, обязательно будем показывать. Но вот это сразу два коллекционера частных и плюс два музея работы. Ну вот нужно еще обратить внимание на то, что это открытый головной убор, он как раз характерен для молодой девушки. Для девушки, конечно. Потому что волосы показать могла вот так вот смело только молодая девушка. Женский головной убор абсолютно закрыт. Там ни одной, ни одного волоска не должно было быть показано вне головного убора, да? Шикарная совершенно вещь. Девочки, вы восстанавливаете, реконструируете. Ну это вот выставочная, экспозиционная такая деятельность. А вот в обычной жизни как вы ходите? Вы можете обрадовать зрителя на улице вот своим прекрасным видом? Ну вот, например, мой как бы вид зимний – это шубный кафтан, стегонные с тавтой и с сорокой. То есть это все равно где-то стилизованный, интересный, чтобы было видно, что русская женщина идет. Ну вы знаете, насчет стилизации, вот я как-то стилизации само слово просто не люблю. Дело в том, что вот по моему представлению можно заниматься как бы двумя видами деятельности. Один – это точная копия. Почему точная копия? Потому что, правильно вы совершенно сказали с самого начала, это отшлифованная уже композиция. Ведь мы учились, когда я училась на художника-мастера, вот, мы учились на огромном количестве сбора материала, потому что композиция более гармоничная и более полная, чем, как бы больше, чем народный костюм, оно как бы не найдено еще. Ну да. Там все, там все законы. Поэтому мы учились на этих законах. Вот, поэтому менять в традиционном костюме какие-то части, ну оно не только бессмысленно, но, в общем, преступление, потому что оно подбиралось многими веками. Это все отшлифовывалось, вот именно образ создавался полный. И внести туда свое творческое начало, ну можно его просто испортить, не зная, понимаете, это все привязано к типу лица женщины, которая там жила. К земле, к местности. То есть все очень гармонично. Туда лучше вот не лезть со своим творчеством. Нет, ну это безусловно, да. Но, но, во-первых, существовало всегда творчество внутри традиции. То есть там подолов-рубах может быть там 20 разных, да? Ты сама же выбираешь, какая тебе больше нравится. И поскольку творчество для русской женщины, которая шила всегда, каждая, в каждом доме, это... Вне зависимости от достатка, надо сказать. Совершенно верно, да. Вот, поскольку творчество, оно необходимо, естественно, хочется делать что-то свое. Поэтому в современном костюме мы, естественно, вводим либо крой. Ну это безусловно, потому что мы двигаемся не так, как наши, допустим, бабушки. Мы уже ездим разными видами транспорта, такими мобильными. У нас амплитуда движений достаточно активная. Естественно, аутентичный городу костюм. Но чтобы он был свой, русский по содержанию, я думаю, что, в общем-то, в этом есть какая-то своя прелесть, потому что мы миру интересны своей самобытностью. Наша богатейшая культура позволяет нам, копаясь в нашем бабушкином сундуке, находить такие изюминки для современного костюма. Вот что, кстати, делает наверняка Катюша. Катюша у нас учится в колледже моды, да, Катя? Да? И я думаю, что вот будущее русской моды может быть даже в Катиных руках, потому что наши так называемые горы российской моды, я не хочу обидеть Александра Васильева, но его интервью, в котором вот прямой вопрос, как вы относитесь к фольклору, и прямой ответ, это остановка, которую мы уже проехали, нам это неинтересно. Я была, честно говоря, в шоке от такого ответа человека, который претендует на авторитетность, на значимость в российской культуре. И нас иногда подают не очень интересно наши зарубежные коллеги. Гальяна, от которого ждали русской коллекции, он приехал на недельку, прошел по нашим петербургским музеям, выставкам, модным бутиках, побывал российских дизайнеров, и вдруг русская коллекция Гальяна, это просто шок. Вот очень жаль, что нас так видят наши зарубежные гости. И когда читаешь какую-то литературу, очень радуешься самому маленькому положительному примеру использования нашего фольклора. Допустим, два англичанина, которые в Шотландии изучают историю русской культуры, они говорят, боже, интереснее русской культуры ничего нет. Они приехали к нам в Оренбург и скупили оренбургские платки, сделали шикарную коллекцию. Кстати, в ней ходят королевы Иордании, королева Англии. То есть наш Оренбург, в принципе, одевает английскую элиту. А сказать, что фольклор неинтересен, я думаю, что это просто неправильно, обидно. И поэтому вот ваша работа, она как раз и опровергает это неправильное мнение. Девушки, когда я на вас смотрю, мне хочется просто говорить не прозой, а все время доставать из памяти какие-то поэтические строки, все новые и новые, потому что вы удивительно красивые. Но вы скажите, у вас есть молодые силы? Вот среди ваших учеников в процентном соотношении, так скажем, да, насколько много женщин зрелого возраста и молоденьких подростков? У нас очень много молодых сил, потому что девушке, которая увлекается фольклором, интересно не одеть вещи, которые она достает из бабушки, действительно, сундуков, а сделать что-то своими руками. Конечно, подростка надо стимулировать. Здесь, конечно, удивительная такая вдруг возникает потребность показать свою работу. Не только какая-то красивая, но и какая-то умелая и рукодельная. Не важно, ребёнок собирается быть экономистом или географом, но вот тем не менее любая девочка, которая бывает на всяких русских фестивалях, которая занимается русской песней, она приходит к такому решению. Я должна сама своими руками это сделать. Конечно. Во-вторых, сейчас очень интересное такое направление. Среди православных людей к нам приходят молодые мамы, которые понимают, что ребёнка надо вырастить на русской культуре. И первое, что нужно, это ребёнка одеть по-русски. В православных семьях сейчас, слава Богу, двое, трое, а то и четверо детей у нас немало таких женщин, которые имеют четырёх детей и приходят, умудряются, находят времени немало для того, чтобы заниматься у нас. И первое, что они делают, они шьют детские костюмы. Мы уже краили рубашки для двухлетних, для полуторагодовалых, иногда даже для новорожденных. Мы помогаем им сшить своими руками крестильную рубашку. Фактически такое удивительное получается состояние. И мы сами, на самом деле, я занимаюсь фольклором сначала, я занялась потом уже, как следствие, когда попала первая в экспедицию, я поняла, что нельзя разделить этот танец, эта песня, это устное поэтическое творчество, это костюм. Естественно, это был целый мир, прекрасный мир, удивительный мир, где всё было на своих местах. И поэтому в 90-м году, я, когда готовилась стать мамой, я поняла, что мой ребёнок будет расти в традиции. Замечательно. Поэтому наши дети, фактически, это не те люди, которым это навязывается, а мы из них... Органично в этом растут. Фактически они у нас носители, носители всего народного искусства. Ну вот, Татьяна, вы филолог и наверняка знаете массу таких интересных приёмов педагогических, когда с помощью чистушки или песни можно было как раз и стимулировать молодую девушку, которая не хочет, например, заниматься таким очень важным делом, рукоделием. Вот я, например, знала такую песню «Анастасия не придёт, не придёт, отдадим за козла, за козла, за сёдую бороду, бороду». То есть, да, вот не хочешь, не можешь научим, не хочешь заставим. После такой песни наверняка, в общем-то, девушка и возьмётся за иголочку. Хотя это было нонсенс, чтобы ребёнок в 15-14 лет не мог пришить пуговицу, такого не было. Даже в самых богатых семьях девочки начинали работать ручками с 5-6 лет, да? Они уже приданые начинали готовить, к 15 годам у них должно быть всё готово. Знаете, ещё поражает то, что мы совершенно ничего не знаем об истории русской души на самом деле, потому что мы как-то привыкли смотреть высока своего 21-го, теперь уже века, туда в век 19-й, и говорить, что это люди были безграмотные, это люди ничего не умели. Были потрясающие университеты, всё было продумано. Образование начиналось с пелёнок. Сначала сажали за маленькую прялочку, потом сажали за маленькую швейчку. В общем, специально папа делал маленькую, специально детскую. И вы представляете, каково было образование? К 15 годам действительно девушка могла посеять, обработать, спрясть, соткать, вышить, шить. Сельскохозяйственные, модельерские, в общем-то, да, да, да. Потому что когда она становилась женщиной, ей, в общем-то, этим особенно, имея по 10-15 детей, этим заниматься было уже некогда. Поэтому как-то вот когда вот однажды это поймёшь, понимаешь, нет, ты ещё не дорос даже до уровня умений, тех, которыми обладали наши, в общем-то, на сегодняшний момент дочери, да, дети. Вы знаете, тоже ещё вот фольклорный такой вот маленький момент. Я когда занималась этнопедагогикой, и я смотрела на детский фольклор как на способ воспитания. И вот мальчики, они обычно женскую работу-то не делали, они не качали люльку, да. Но если в сложных каких-то ситуациях ему приходилось это делать, да, мальчишка качает люльку, он недоволен, но он пошёл навстречу семье, баю-баю-баю-бай, батька сладил, мне качай, да. То есть я всё равно высказываю, да, с помощью слова своё, может быть, такое несогласие, да, но я делаю то, что нужно семье. И в принципе вот в русском доме всегда было разделение труда, да, внешняя деятельность, такая внешняя политика это была мужская работа, дров нарубить, там, выехать куда-то для заработка, да. А вот всё, что было в доме, это хоромный наряд, чтобы были какие-то мягкие на лавках там тряпочки, чтобы перед, на входе в дом был какой-то вот коврик, чтобы шторочки были какие-то. Вот насколько рукодельная хозяйка, насколько она может внутри дома организовать вот это уют, комфорт, так и будут чувствовать все члены семьи. А вот вы, когда интерьер своего дома готовите, вы используете какие-то традиционные приёмы? Конечно. Тьёте, половики? Ну, с половиками пока тяжело, потому что ткацкий стан поставить некуда. Да, и, ну, тем не менее, у нас, к нам в дома заходят, говорят, музей. Музей. Музей, да. То есть вы ещё собираете наверняка в поездках своих какие-то предметы быта, да? Вы знаете, мы очень мало берём в самой деревне, мы не, у нас не экспедиции, мы не создаём своего фонда, то есть какие-то у нас есть, конечно, вещи в центре, те, которые попали к нам, ну, почти случайно, потому что всё-таки коллекционирование – это особая область, этим надо заниматься и посвятить себя этому делу полностью. Вот. А бывает так, что дарят. Вот, там очень много последнее время, у нас очень много друзей по всей стране, и когда мы встречаемся, нам постоянно какие-то пытаются сделать подарки, приятные. Вот, поэтому таких вот предметов очень много, всяких кувшинов, кувшинчиков, керамической игрушки, фрагментов вышивки. Вот, мы очень увлекаемся фотографией, все причём, да? Да, старинные. Потому что, бывая на севере, и видя белые ночи, эти потрясающие закаты, и если ещё видишь какую-нибудь девушку, на которую можно одеть бабушкин сарафан, то как же это всё не снимать? Конечно, это не профессиональная съёмка, но, тем не менее, соответственно, всё это хочется видеть каждый день. Вот. Это оказывается... Все стены в этом, в рамках. Вот. И такая уже фактически шпалерная идёт у нас развеска. Вообще, мне хочется сказать вам огромное спасибо ещё, как отчитателя вашего журнала, замечательного журнала, потому что я сама преподаю в Центре прикладных ремёсел, и мои девчонки просто расхватывают этот журнал «Чудесное мгновение», серия «Костюм, история, крой, шитьё и вышивка», да? Где даётся, ну, просто подробнейшая схема. Если тебе нужен, допустим, косоклин, ты, пожалуйста, открываешь на нужной страничке, просто коллекционируешь эти журналы, потому что они настоящая энциклопедия русского костюма. Спасибо вам огромное вот именно за эту работу, потому что, когда сам занимаешься этим, понимаешь, сколько времени, сколько материальных затрат идёт от семьи. И дай Бог здоровья вашим членам вашей семьи, которые вас поддерживают в этом замечательном начинании. И я хочу вам тоже в ответ подарить свою книгу «Рукотворные чудеса». Я думаю, что у нас будет такой ответный ход. И мне кажется, у нас осталось совсем немножко времени. Хочется, чтобы в ответ на вопрос «Вы полагаете, всё это будет носиться?» Мы дружно ответили, мы полагаем, что всё это следует шить. Да, потому что замечательнее, чем наш русский костюм, наверное, быть не может. Мы женщины-птицы, мы женщины-цветы, мы женщины-облака. Творите своими руками красоту, и тогда мир вокруг вас будет прекрасней. И мне ещё раз хочется поблагодарить наших замечательных гостей Татьяну Валькову, Арину Белякову и молодую Екатерину Белякову за наш интересный содержательный разговор. И я думаю, что мы с вами, может быть, ещё встретимся, потому что русский костюм – это настолько глубокая тема, глубокий бабушкин сундук, откуда можно всё доставать и доставать, пользоваться и пользоваться. Вот давайте поделимся ещё напоследок с нашими зрителями, если у нас ещё есть немножко времени, каким-нибудь секретом. Когда вы начинаете работать, вы говорите какие-то слова благословения в вашей работе? Конечно, молитва. Настрой какой-то особенный. Молитва перед началом работы. Потому что в плохом настроении, я знаю, бабушка моя говорила, ни в коем случае работать нельзя. Если у тебя плохое настроение, ну, вот психологи рекомендуют, да, если хочется кого-то стукнуть или, я не знаю, сделать какое-то гневное движение, ну, я девочкам говорю, рвите ткани. Да, мы поскольку занимаемся лоскутной техникой, нам нужно материал подготовить для работы, то мы вот этот гнев сначала вот в такое движение, звучно так рвём ткань, а потом собираем. Вот когда у тебя хорошее настроение, начинается этап созидания, мы начинаем работать, мы начинаем творить, начинаем из этих маленьких полосочек собирать нечто чудотворное. И вот, вы знаете, я просто обратила внимание на то, что не просто так костюм оберег. Когда делаешь костюм своими руками и с хорошим настроением потом кому-то это передаёшь, там, племяннице или соседке, да, и она его носит с удовольствием, она говорит, тётя Таня, вы знаете, у меня в вашем костюме всегда хорошее настроение, мне всегда везёт. И я сама на себе. Вот какие-то ситуации сложные, они выруливаются, они упрощаются в зависимости от того, что на тебе надето, насколько ты уверенно себя чувствуешь. Вот действительно какая-то оболочка, которая тебя хранит и оберегает. Вот давайте мы вот поговорим по поводу обереговой функции костюма. Ведь изначально рубаха, которая ближе всего была к телу, она уже даже без вышивки была оберегом, потому что мужчины, нанося сакральные знаки на ткацкий стан, на прялку, да, всё, что вышло из-под ткацкого стана, уже оберег. А там, где он заканчивается, вот что тогда? Вышивка, конечно. Вышивка, конечно, да, сложные вышивки с сакральными какими-то знаками, да, которые оберегают хранителя этой рубахи. И причём, почему именно женщина шила рубаху? Потому что она не обогряла руки кровью. То есть она, да, у неё руки чистые, душа светлая, и она делает оберег своему любимому мужчине. А потом его украшает. Вот именно ворот, окончание рукава, окончание, да, низа, всё это было ещё дополнительной обереговой функцией. Я думаю, что даже психологически ты даришь кому-то такую замечательную вещь, он уходит далеко-далеко, надевает на себя эту рубаху, просто чувствует себя увереннее, да? А потом, вот вы и пояса плетёте, да, в центре? Пояс – это вообще особая ситуация. Без пояса не носили вообще ничего никогда. Если даже были какие-то дорогие парчёвые вещи, которые жалко было заминать поясом, всегда носили пот. Сарафан, допустим, под парчёвый. Пояс, он был не только оберегом, это был как бы символ жизненного пути. Когда клали в гроб, распоясывали. Но ещё я знаю, что в зимние праздники распоясывались, да? Ну, были, да, отдельные какие-то моменты, но вообще вот существует масса выражений. Там, распоясывался, да? Вот, девушка… Ведёт себя немножко неадекватно. Совершенно верно. Девушка, которая нарушила как-то стиль поведения своего, ошиблась, тоже распоясывали. Точно так же, как слово «опростоволосица», кстати, да? Да, да. То же самое, да. Показать волосы. Я помню, мы когда в школе читали песню о пице-купце Калашникове, да? Михаила Юрьевича Лермонтова. Там как раз вся начало трагедии на том, что он сорвал с неё платок. Он её опростоволосил. Поэтому женщины всегда одевали даже иногда не один платок, а несколько, да? Для страховки. Ну, и несколько головных уборов было. Был, допустим, в разных местах. Вот, допустим, как на каргопале надевали. Сначала это была основная форма, там, с дириха, да, которая закрывала волосы, или там повойник. Потом сверху сорока, и только потом платок. То есть они были многослойные частенько. Ну, а вот с чем связана именно такая тайна длинных, красивых женских волос? Говорят, это эротично, это сексуально, да, как современные девушки? Ну, это раньше считалось... Дело в том, что у женщины раньше считалось, что волос, вся информация складывается. Вот он растет в течение жизни, вся информация семейная по роду складывается в этот волос. И как только она переходит в другую семью, естественно, чтобы не... Со своими законами в другую семью не пойдет. Совершенно верно, да. Поэтому она закрывала вот всю вот эту семейную родовую информацию, и она была открыта только для мужа, и больше не для кого. Ну, знаете, чисто с гигиенической целью, может быть, еще в какой-то степени, потому что сейчас вот мы едем в метро, так тесно-тесно. И рядом со мной однажды стояла девушка с шикарными, распущенными, очень длинными волосами. То есть эти волосы наэлектризовались, и они, в общем-то, опутали практически лицо соседа, да. Вот, может быть, стоило, да, под платочек на какое-то время спрятать, а потом любимому и показать волосы, да. Один на один. Не было просто, понимаете, вот даже русский костюм, он... Ну, к этому, к разговору об этом же, русский костюм, он был очень все-таки целомудрен. Целомудрен, да. Не принято было разглядывать женщину впереди, поэтому украшались сзади, можно было обернуться, посмотреть. Соответственно, женщина, она была, ну, как бы, она украшалась не для всех, она украшалась для кого-то одного все-таки. То есть это было все-таки какое-то вот такое вот состояние целомудрия, еще не такое. Гармония внутри, да, очень тонкая такая структура, которую очень легко нарушить. Но, кстати, сказать, женщина, представляете, сколько она сил вкладывала, чтобы приготовить себе приданное. Это с 7 лет мы овладеваем какими-то рукотворными навыками, да, чтобы одному единственному потом подарить эту рубаху, которую ты вышиваешь бессонными ночами, да, и не будешь разбрасываться. Потому что если ты подаришь неподходящему человеку, а потом подумаешь, что ты ошибся, представляете, сколько надо труда, чтобы сделать такую же. То есть аналог уже просто, да, по времени и по силам может... Вот вам, пожалуйста, еще один момент того, когда костюм определяет сознание человека. Конечно. Еще один момент. И это везде, и всюду, вот во всей народной культуре происходит. Вы знаете, я однажды разговаривала с пожилой женщиной, и она говорит, вот в семье родились два хиленьких ребенка. И она третьего ребенка, ну так получилось, что это провинция, и они сами принимают роды, она принимала в отцовскую рубаху. Это была традиция. И действительно ребеночек выжил, и набрался сил. Может быть, даже психологически женщина свое спокойствие передает. Я сделала все, что могла, да. И вот современные психологи, исследуя феномен лоскутного одеяла, пришли к выводу, что действительно лоскутное одеяло – это оберег. Потому что маленький ребеночек, он еще не видит никаких... Он даже цвета не различает к году, да. Он плохо еще видит, но он хорошо, как маленькое животное, чувствует запахи. И вот если бабушка, тетя, дядя, отец, мать – все дали полоскутику, то они склонились, и он сразу дифференцирует свой запах. Он абсолютно свободен, он окружен своими. То есть я думаю, что в русской культуре вот эта многовековая традиция, она не издеждилась на пустом месте. Ничего случайного не было. Да. И вот хочется сказать, что я, когда стала жить за городом, я поняла роскошь нашего свободного сарафана. Вы знаете, во-первых, когда идешь, и у тебя подолша ушит под ногами, ты чувствуешь действительно, что ты сейчас улетишь просто. Я просто сделала себе настоящий косоклин, и я чувствую настолько комфортно на природе. Я вспомнила строки Марины Цветаевой, которая говорила, «Некрасиво все, что некрасиво на ветру». Так вот именно вот этот свободный парящий сарафан, а если девушки выходят целым таким, да, целой компанией в красных красивых сарафанах, то здесь и звуки, да, это шорох на крахмаленных этих подъюбниках, это цвет, это цветотерапия. И это в момент, когда ты творишь этот сарафан, как ты себя уверенно потом чувствуешь. Ты знаешь, что ты сделал хорошую, красивую вещь. И у тебя огромное желание всем это показать. Вот у меня пожелание, как у художника, как у матери, у меня огромное пожелание вообще к женщинам, к девушкам. Ну, перестаньте выносить брюки. Вы знаете, если вы хотите, чтобы вас любили, если вы хотите, чтобы вам относились как к хрупкому существу, как к женщине, не надо уподобляться мужчине. Он никогда не будет воспринимать. Мы выступаем как конкуренты просто, да? Конечно. А наша сила в нашей слабости. И надо это подчеркивать. А не пытаться искусственно вот так вот как-то приобщиться к тому, что нам чуждо. Вы знаете, девочки, я листаю периодически всякие журналы, просто посмотреть кто, что, кто чем живет. И вот Александр Васильев, он сделал прогноз на наше вот это десятилетие текущее, что в моде порно-шик. То есть мужчин у нас не хватает. Значит, женщины все должны оголиться срочно, встать на высокий каблук, вместо белье, вместо нижней части одежды, да, превратить в верхнюю. И, вы знаете, я не мужчина, но мне кажется, что в метро, допустим, женщина зимой в 20 градусов мороза, оголяя свой живот, она ничего, кроме сочувствия и желания помолиться о прибавлении ума, в общем-то, ничего не вызывает. Потому что роскошная женщина... Мы дальше идем. В наших оценках мы говорим, выживет умнейшая. Выживет умнейшая. И потомство умнейшее. Да, генофонд надо хранить. И, в принципе, костюм, он как раз и... Дело в том, что тесные облегающие брюки, это нарушение кровоснабжения, это как медик, да, малого таза. И это, в общем-то, проблема с деторождением. Это, в общем-то, не я говорю, это говорят гигиенисты. В 19 веке так выступали против корсета, который плотно стягивал и деформировал внутренние органы. И, в общем-то, тесные облегающие брюки, это, в принципе, тот же корсет в 19-м. Ну, а потом, вы знаете, мне, честно говоря, наших мужчин ужасно жалко. Потому что, если раньше он там видел щиколотку, и у него воображение играло, то сейчас ему играть негде. Все вот оно. Просто нет у них таких... Женщина теряет загадочность. Она перестает быть... Индивидуальностью. Индивидуальностью. Да, совершенно верно. Все доступно, и что тогда вообще ждать? Вы знаете, мы только что вернулись в фестиваль, удаль молодецкая. Это фестиваль боевых искусств народного творчества. Наши девчонки носились там в красных сарафанах. Мальчишки останавливались, чувствовалось, как у них там все дыхание замирает. Вот, потому что косы, они распущенные, рястрепанные волосы, пояса завязаны на тонких красивых талиях. И все это так, по-моему, целомудренно, и так это здорово. Очень женственно. Вот раз мы о косе заговорили, у нас Катюша, она вышивает на косник. Вот давайте пару слов скажем о этом оригинальном, очень интересном и очень изобретательном приеме наших бабушек. Потому что коса, если вот, ну, Бог не дал густых волос, длинных, да, то наши бабушки знали, как удлинить косу и сделать ее максимально привлекательной, даже если вот чего-то не хватает. Да, Катюш, покажи, пожалуйста, на косник. Во-первых, плеталось несколько кос. Ой, несколько лент плеталось. Да, да, и причем не только ленты, а золотые нити, бусинки. То есть искусство плести косу, это еще не каждый мог красиво ее заплести, да? То есть это... И в каждой местности были еще свои приемы. Свои, да, свои приемы. Вот в Новосибирске нам только что показывали бергульскую косичку, которая плетется, и она вся в бантиках мелких получается. Оттрясающе. Необыкновенно красоты, да. И причем вот свадебный ритуал, он как раз и связан был, что у девушки одна коса, да? Да, да, расплетали. Да, ее расплетали, и вот этот обряд складывался как раз с разделения косы. И девушка считалась уже замужней, уже в момент, когда ей расплетали косы. Окручивали, да, на две косы окручивали голову, да. И на косник он украшал конец косы. Ну, на косников огромное количество самых разных видов. Они и низаны жемчугом, и какие-то плетеные сеточки, да? То есть вот здесь как раз... На юге чаще всего из бисера они были. На севере более богатые, да, такие. Вот это вот у нее косник нижегородский. Давайте мы его покажем покрасивее, да? Какой красивый, невозможно совершенно... То есть даже со стороны спины девушка была максимально привлекательной. Конечно. Вот, кстати, такой тоже прием женский. Если девушка всегда украшала в головном уборе лицевую часть, да, челье, то женщина, она понимала, что главное ее достоинство – это глаза, лицо, и декор постепенно переходил на затылочную часть. Правильно я говорю? Не совсем. Так что замужние женщины, в принципе, вот я сколько смотрела костюмов, да, головные уборы именно замужних женщин, что, в принципе, впереди они уже сильно не декорировали. Ну, вот посмотрите на арине... На соседку. На арине головной убор каргопольских женщин, да. Один из самых богатых вариантов кокошника – это натуральный жемчуг все. Вот, это сложнейшая техника сажения по бели. Объясните, пожалуйста, сажение по бели. Ну, белье называли все, как бы, вот как мы сейчас называем белье, да, вот так же белье мы или белье называли все внутреннее, закрытое. То есть это бельевая веревка. Каркас такой получается. Да, совершенно верно. То, что сверху закрывается, сначала выкладывается узор бельевой веревочкой, вот, или скрученный там в несколько рядов другую веревку, веревкой, да, и потом по белью сажается жемчуг, сажается золотная нитка, вот, ну, уже в зависимости от того, какой, как бы, декор у кокошника. Вы знаете, девушки, я однажды померила, мне дали в запаснике померить настоящий головной убор. Весь, весь, весь жемчужный, прекрасный, но он был такой тяжелый. И я, когда его одела, я поняла, что иначе, как выступаешь будто пава, идти нельзя, потому что ты расправляешь плечи, иначе, вот, один градус вправо-влево, ты совершенно просто теряешь равновесие. И какое мужество нужно было нашим бабушкам иметь, чтобы носить очень тяжелый, в общем-то, традиционный костюм праздничный, когда это и головной убор, и многослойная одежда, да, это, в общем-то, требовало достаточного, достаточной подготовки физической. Да, ну, то есть и чувствуешь себя королевой во всем этом. Это очень определенное состояние, это выпрямляешься. И что касается головных уборов, вот я сейчас в полотке, а там ведь затылочная часть тоже вся расшитая, и никогда не показывается. И когда у нас вот спрашивают наши женщины, ну, зачем тогда вышивать, я сразу задаю вопрос, современный, с точки зрения современности, а вы любите дорогое кружевное белье? Они сразу замолкают и говорят, понятно. Да, красота это замечательная сила. Это не то, что всегда сверху. А это вот как раз то, что Катя вышивает, это уже готовая почти другая сторона костника. Вот он будет такой вот. Представляете, как он будет блестеть на солнце, если это где-то на улице, на лугу, в хороводе, и все это сливается с зелеными березовыми листьями, с зеленой травой, солнце блестит и переливается, ну, девушка просто загляденье. Да, именно так. Ну, вот я на Катюшу смотрю, ну, просто глаз оторвать невозможно. И вот так, наверное, сидели наши бабушки на посиделках, потому что они еще невест присматривали, да, в зависимости от того, как девушка работает, рвется ли у нее нитка, и насколько она вообще терпелива, насколько кропотливая она выбирает узоры для вышивки, да. Вот я бы, Катюш, вас взяла просто в невестке с удовольствием. К сожалению, наше время передачи истекает, нам остается только попрощаться с нашими замечательными зрителями. Присоединяйтесь к нам. Изучайте русский костюм, изучайте русскую культуру, изучайте наши забытые ремесла, гончарства, резьбу по дереву, что угодно, работайте руками, потому что это единственная, как психологи говорят, таблетка от наших страхов и тревог. А время у нас сейчас непростое. И если вы научитесь работать, вам останется только радоваться нашей жизни. Всего вам доброго. До новых встреч.